Всем привет! Вы на канале 2HardsLife. Мы в Коста-Рике. Сегодня мы с Анжеликой и мы на ее ранчо. Давайте познакомимся. Привет, Анжелика. Всем привет, Куравида. Добро пожаловать на такой обзор ранчо. Анжелика, расскажи нам про ранчо, где оно находится все-таки территориально. Мы находимся сейчас в Сан-Исидоре, это Перезивидон. Находится он недалеко от Увиты, 33 километра от океана, вверх в горы. Это место считается как балийским убудом, потому что здесь очень много ретритных центров различных, йоги, зон отдыха, потом здесь есть хиппи-ярмарка, здесь очень много водопадов, здесь красивая природа, есть прям обзорные экскурсионные программы. Уникальность этого места в том, что ранчо построено тут, пойдемте покажу, прямо на реке, то есть свой выход на реку. И еще у всей деревни есть, сзади нашего ранчо, это единственный выход на пляж этой реки, потому что там идет излюбление, и там не ждет редкая глина, которой люди пользуются спросом лечебная, которая обмазывается, которая находится только в этом муникальном месте. И получается, что через наше ранчо, оно тупиковое, оно находится в самом конце деревни, то есть оно получается где-то 5 или 4 минуты по хорошей гравите, 4 на 4 не надо, и выходит сразу на асфальтированную дорогу, где вся инфраструктура, то есть автобусы, шаттлы, такси и так далее. По климату, да, очень комфортно, потому что здесь всегда прохладнее, особенно летом. Нам не жарко, мы вот с пляжа с Мануэлем и Антонио, и нам не жарко, мы тут реально охлаждаемся. Этот шум речки и эта свежесть от реки, она дает вот эту прохладу, ну и все пробивается, конечно. И нету машин, вот, ну, может посмотреть вокруг, что мы уходим из джунглей, и соседи... Тихо! Да, соседи только с одной стороны, но они как бы тоже в этой теме, мы не замечаем друг друга. Это безопасное место. Кстати, забыла сказать, что ранчо оборудовано камерами, или муравьи, что не прекратить, камерами по всей территории, на каждом углу очень хороший интернет летает, поэтому ребят приходят и блогеры останавливаются, чтобы смонтировать свое видео, передохнуть, перезагрузиться, как говорится, рядом есть, и чтобы починить сервисный центр, все идет рядышком, и, конечно же, всегда можно сходить даже пешком. В шаговой доступности магазины продовольственные и рынки, которые все люди продают с своего огорода, это вот все, что растет на деревьях, и это все, конечно, очень вкусно и полезно. Сзади нас сейчас еще одна зона бассейна, а что находится за ней? Сейчас Анжелика расскажет, что это за место какое потрясающее? С таким классным деревом, это и есть дерево яблони. Это яблони, кстати, да, очень вкусные яблоки. Эта зона вся тени, под деревьями, не стали ничего обрезать, засыпите бассейн, чтобы не падали листья, и, конечно же, в этой зоне можно медитировать, и в этой зоне можно проводить мероприятия своей компании, то есть это как бы отдельная, такая закрытая, очень удобная, уютная, немножечко зона. У нас в гостях ковар из Москвы по суши-бару. У нас столько людей интересно сюда приезжают, останавливаются, и каждый дает свой вклад. Вчера мы тушили вкуснейшую еду на Костре. Зона юги достаточно прохладная, уютная, тихая, и здесь можно проводить различные уроки, классы, практики. Там зона массажа, где можно тоже огородить и сделать, использовать совместно различные мероприятия. Это отдельная зона, как для компании, как для какого-то мероприятия, как для всяких спортивных деятельностей, и от этих, и тут можно делать различные практики, мероприятия, или просто почтенение, отдых, заставить то, что любят. Какая площадь у этой территории? Пять тысяч квадратных метров, это пол гектара получается. В территорию входит зона бассейнов. Тут очень много разных зон. Дэк называется у реки, это как пирс, где можно проводить разные мероприятия. Здесь есть зона футбольное поле, где также играли футбол местные жители, и не только местные жители, где можно проводить очень много мероприятий. Таких как свадьб. Кстати, у меня есть мотивирующее видео, как можно сказать бизнес-планы, это раньше, где показано, какая деятельность в какой зоне может происходить и для детей, и для взрослых, для всей семьи, для концертов. Это получается йога школа, школа языковая, детский сад, детский лагерь. Здесь все для этого приспособлено, и каждая зона может трансформироваться в то или иное, подготовлено в то или иное мероприятие. Допустим, зона огня у нас есть, мы ее так назвали, зона йоги у нас есть, зона взрослого бассейна, зона детского бассейна. Есть пруд для рыб, где можно, в принципе, эту зону сделать как лаунж, просто постереть, куда диван утоплено, либо ее уже сделать, как набрать воды, запустить рыб, и как для ресторана можно ловить рыбу и готовить ее, либо декоративные рыбы, как это обычно делают пруды. Вот, здесь очень много красивой природы, фруктовых деревьев. Фруктовые деревья. Давай, самое любимое, что любят все в Коста-Рике, свои личные фруктовые деревья. Да, потому что ваше питание, ну, как бы, эко, яблоня, манго, авокадо, какие-то орехи, я не знаю еще. Какао. Какао. Очень много фруктовых деревьев на этой территории, потому что постройка уже давняя деревья, как видите, сейчас покажу взрослые. Вот, и еще самый главный плюс этого места – это наш колодец. Так случилось, что это место построено там, где есть родник, чистая вода. Мы делали замеры воды, проверяли вода чистейшая, и получается, что у вас река – это полив, это закрывает очень много вопросов по воде. Сами понимаете, что… Финансовых. Да, финансовых и всяческих удобств, потому что и растения все цветут, потому что река обслуживает, и пруд, и все остальное. И, конечно же, вода из колодца. То есть мы купаемся под душем и можем пить эту воду. Вот. Ну и, конечно же, есть сетевая вода. Еще преимущество этого места, потому что здесь очень большая территория, ну не очень большая, но достаточная территория для постройки модульных домиков, либо какого-то кемпинга, глемпинга. И также можно использовать поле под строительство какого-то эко-отельчика. То есть возможности в этом месте, если есть желание и, как говорится, финансы для того, чтобы привести его к тому виду деятельности, к которому вы хотите, это очень легко. Потому что здесь новые трубы, новая проводка, новая плитка на бассейнах. Сейчас просто мы не включили циркуляцию, а так вода чистейшая, я же говорю, из родника. И мы добавляем химию только эко. Вот. Поэтому у нас могут иногда даже лягушки прыгать и животные пить, птицы эту воду, потому что вода очень экологична в бассейнах и везде, в кранах, везде, по всей территории. Пойдемте дальше, покажу, что еще плюсы. А впереди нас ждет зона ресторана. Смотрите, какая красивая зона. Ресторан построили заново, когда я покупала это место. Тут были очень-очень старые постройки, уже разрушенные, поэтому пришлось начинать все с нуля. То есть меняли всю проводку, меняли все трубы и построили новый ресторан из бамбука. Очень большое внимание уделили обработке, чтобы вы видели, да. Потому что очень долго выдерживался бамбук, красился лаками, покрывался. Прочная конструкция, сейсмоустойкая, потому что тут все старики иногда трясет. На это мы обратили внимание. И он уже прошел проверку земли в течение. Вау, класс! Это здорово! Что могу сказать? Ресторан полностью оборудован для открытия. Конечно, можно поменять какую-то интерьерную мебель, потому что, так как я продаю, я не знаю, в какой стилистике, в каком, так говорится, будущий покупатель хочет сделать в стиле ресторан. Поэтому нет смысла как бы его сейчас декорировать, потому что у каждого свой вкус. Вот. Ресторан рассчитан на 50 посадочных мест. И, конечно же, очень много зон, где можно делать и домостные столы и банкеты. Вот. Но также он предназначен для свадьб, для юбилеев. То есть можно взять какие-то большие торжества. В принципе, у нас уже есть заказ. Вот еще хочу сказать, что пока мы строили это раньше, и был такой проход людей на реку, и многие люди заходили и заказывали у нас уже заказанный день рождения детское на 25 человек, байкерская вечеринка, потом у нас заказана тематическая вечеринка кулинарная. То есть очень много людей уже сделали заказы. Плюс у меня просят арендовать это место от 8 до 10 тысяч в месяц в зависимости, ну, то есть есть несколько человек, которые предлагают мне такую аренду. То есть уже сейчас, на сегодняшний день, если вы покупаете это раньше, оно уже приносит вам доход, актив, потому что очень много желающих ребят, которые хотят снять это место под ретриты, под праздники. И у нас уже до апреля месяца есть записи на наше место, и, соответственно, мы его готовим к этим мероприятиям. А пока раньше продается, мы делаем эти все мероприятия, сдаем в аренду, чтобы не терять, как говорится, не время, и уже этот актив приносил какой-то доход. Ранчо каждый день еще строится. Достаточно много материалов было куплено, и мы их сейчас стараемся по максимуму использовать и улучшаем ранчо каждый день. На территории есть два домика, которые полностью приспособлены, оборудованы для комфортного жилья. И там есть ванна, туалет. Второй домик в виде бонгала, как вы сейчас видите, там тоже есть ванна, туалет, кухня. И можно жить полноценной семьей, две комнаты. И вот сейчас мы переходим на кухню. Кухня полностью мебелированная, вообще весь домик полностью мебелированный, и все продается вот в состоянии таком, какое есть. Частично с мебелью, частично с новой, частично какая есть, со всеми декорациями, лампами и так далее. Как говорится, вот все как есть, так и продается. Перешли к полю. Сейчас аномальная жара в Коста-Рике, и поэтому даже полив не справился с газоном. Но как начнется сейчас в апреле сезон дождей, то здесь мы не успеваем тасить газон, как говорится. И, ну конечно же, пострижем все эти растения. Сколько квадратов? 45, вот это бонгала. 45 квадратных метров. Оно сделано в деревянном стиле. Джангл стайл, все как мы любим в Коста-Рике. Джангл стайл. Здесь тоже проводили мероприятие в домике на дереве, потому что здесь стояли раньше диванчики, я же говорила, несколько трансформеров, можно делать все угодно там. Ребята предлагали его с кальяной. Если повесить пекунофи, то это очень прикольно полежать рядом с пекуночным деревом. Дерево манго, между прочим, хочется сказать. Вот это огромное дерево, это дерево манго. Представьте себе, сейчас у нас конец марта, и манго только-только начинает поспевать. Это вот маленькие манго, которые упали с дерева. Здесь очень много плодовых деревьев, реально. Уникальность, наверное, этого места в том, что здесь вот сама природа располагает приехать сюда, жить здесь, наслаждаться природой, воздухом, атмосферой. Реально, место, из которого не хочется уезжать. Когда вот все время что-то хочется сделать, что-то хочется придумать, где-то что-то добавить, где-то что-то. Ну, в общем, такой вот полет фантазии. Здесь вот реально полет фантазии. Очень много всего делать. Мы должны мастерскую делать, рисовать, художественную школу, полетки длинные. То есть мы хотели, формировали, вообще сделать мастерскую или детскую фрону, а потом здесь все располагает. Не срезая деревья, поставить платформу. По старике нельзя срезать. На ноги деревья. потому что здесь очень редкие деревья, и поставить такой навес, чтобы детки тут играли в теннис и занимались, лепили, рисовали, пока родители тушат в ресторане, дать такую зону с бебиситорами, что детишками будут заниматься, они будут тут изучать мир, играть в футбол, всякие различные спортивные игры, рисовать, лепить, изучать языки, пока родители отдыхают. Также родители могут сделать йогу, акваэробику или поужинать просто в ресторане, сделать здесь романтические вечеринки. Мы готовили тут место для молодых пар, поэтому здесь всей семье будет очень комфортно. Продумано для инвалидов все, чтобы были проезды, туалет для инвалидов большой есть, и, конечно же, инвалиды могут также купаться, либо делать какие-то упражнения на поле, конечно, на поле можно поставить большой шатер, фантазия дает здесь разгуляться, то есть можно встать, что угодно делать, любые декорации, и поэтому здесь, как говорится, место под любое мероприятие, какая-то душа пожелала для всей семьи, от малого до взрослого. В Коста-Рике реально очень мало мест, именно семейных мест, там, где проведет время вся семья. Здесь вот как-то почему-то все ориентировано либо на детей, либо на взрослых. А вот компаньоны, знаете, чтобы вот так вот вся семья собралась и всем было бы лучше заняться. И каждый будет прям отдохнувший, потому что сама природа, воздух плюс самодеятельность. Также на территории есть место для полета творчества. Расскажи нам про это место. Да, ну вот в этом месте раньше тут стоял домик костариканский, деланный в таком тоже джангл стиле, но мы его убрали, потому что тут все подготовлено, канализация, платформа, все. И сюда можно поставить домик двухэтажный, позволяет как раз среди деревьев. Можно поставить прям по периметру несколько модульных домиков, то есть мы еще эту территорию не застраивали и дали возможность новому хозяину разгуляться, по фантазии сделать под себя либо домики, либо вагончики, либо построить большой свой дом и тут держать. Это может уже оборудовать здесь детскую зону, либо любую зону, под какую деятельность вы хотите вести, либо бизнес, либо какую-то деятельность свою. Потому что здесь можно открывать свои спасалоны, же говорить все, что угодно. Минус, что листы много, потому что мы ничего не трогали, не убирали. Мы сейчас, чтобы земля была плодородной, мы даем этим листам питаться землю, и потом, конечно же, мы это все засадим газонами. Либо это сделает новый покупатель. Лучше, чтобы это сделали. Да, потому что наверняка покупатель придет со своими новыми идеями, со своими вот какими-то... Со своими новыми идеями. Анжелика, по какой причине продается ранчо? Ну, ранчо продается... Вообще, мы, конечно, не рассчитывали его так быстро продать, потому что мы его купили в 23-м году, в 14 февраля. Где-то мы, наверное, в апреле начали только реконструкцию, то есть очищение этого места и полностью ремонт. И на сегодняшний день ранчо... Хотелось бы, конечно, лучше его прийти в порядок, но вот в каком месте, в каком состоянии оно есть, оно в рабочем состоянии, все готово. Вот, поэтому стоимость складывалась из потраченных финансов. Как вы знаете, в Мастарике большие проблемы со строителями. Сменила три бригады, очень много... Прошла такой достаточно интересный опыт. Так скажем, по семейным обстоятельствам я вынуждена выехать с сыном в Америку как можно скорее, потому что мой сын закончил школу, ему нужно будет поступать. Вот, и поэтому этот ранчо продается достаточно быстро, потому что он экстерном, мой сын закончил школу, и все это, как говорится, на год ускорилось. И мы не успели еще, как говорится, попользоваться этим прекрасным ранчо-активом, мы только довели до такого состояния, что здесь уже можно, как говорится, делать все мероприятия, находиться, жить спокойно, и пользоваться всеми этими... Благанами! ...какюшками этого ранчо. Но время поджимает, потому что есть обязательства, есть дети, есть их обучение, и он здесь пришел хорошо, школу закончил, и дальше путь на другую страну, к сожалению. Ну, я думаю, что когда я строю своего мальчика, я обязательно вернусь к старику и построю еще одну ранчо, но уже с большим опытом. Ну, еще преимущество ранчо в том, что переоформление на вас будет в день подписания контракта, и в течение полтора месяца все документы, лицензии будут уже на ваше имя, ну, потому что этим будут заниматься специалисты очень-очень быстро. Вау, это очень быстро! Да, это прям супербыстро! То есть человек уже может, даже с моей лицензии, купив это ранчо, пока переоформляется на него, у него будет специальный документ, вести деятельность. То есть это ранчо полностью готово уже к любой деятельности, все разрешения есть. Ну, и, в принципе, я могу двигаться по цене, потому что... Возможен торг! Возможен торг! Вау! Это уже хорошая новость! Возможен торг! Да, конечно, мы ставим цену, то, как оцениваем, как, как говорят, согласуем с специалистами, но при личной встрече, при обсуждении каких-то уже более деталей по продаже, конечно, будет торг. Классно! Приятный бонус, еще будут кое-какие, да, подарки и подарки, сделать спа, массажи, здесь у нас стоит массажный стол. Женщины могут приехать сюда, дать сопреститься в порядок, мужчины поиграть в футбол, дети заняться искусством, творчеством, изучением, и, конечно, каждый получит массу удовольствия. Это альтернатива здоровому отдыху для всей семьи, для туристов, место, где можно послушать концерт, живую музыку, местных музыкантов, потому что это место, как мы и говорим, уже, этот балийский убуд, здесь очень много массажистов, музыкантов, профессоров по йоге, учителей, вообще разнообразно. Очень много живут иностранцев, экспатов из Америки, из Канады, есть странцевые поселения, деревни, прям очень много водопадов, красивейшее место в городах. Что покупатель получает при приобретении этой недвижимости? Ну, в нашем случае, это и раньше дало нам еще и документы, резиденцию. Поэтому каждый, кто ее приобретет, каждый, кто приобретет, один счастливчик, который приобретет, или счастливец, или семья, или несколько семей, то, конечно, будет еще решаться вопрос с фидеризацией. Сан-Исидре де генерал, это очень большой достаточно город со своими циклитетами, со своими инфраструктурами, магазинами, хорошими, при том, строительными, продовольственными магазинами, ниже цены, чем Сан-Исидре. Большой выбор, очень много депоров и экопродуктов, потому что здесь люди, очень много деревень, которые выращивают свои овощи и фрукты, и все это продается на рынке по более низкой цены, и район очень-очень туристический. Достаточно, ну, можно сказать, старая постройка, костариканцами, в то время, когда еще разрешали строить на реке, вот, потому что сейчас закон выпустили, что в Коста-Рике ближе, чем 100 метров вообще ничего нельзя строить, это считается лучшая зона для всех. Какие условия продажи ранчо? Ну, обычная процедура. Здесь, в Коста-Рике, есть особенные условия. Это занимается нотариус, занимаются риэлторы. Эта процедура проходит, конечно же, официально и только так, через банк. Поэтому, ну, для меня важно, конечно, перечисление, потому что это легализация денег, и это все упрощает, и это все-таки проверка документов надежно, и так тут принято. Вот, поэтому условия сделки, я думаю, что нужно будет обсуждать уже с реальным покупателем, потому что есть разные варианты, и я думаю, что мы всегда можем прийти к какому-то компромиссу и решить, какой мы этот оплаты мы выберем в нашей ситуации. Вот, ну, в любом случае, это будет обязательно через нотариус, через банк, и у меня банк про Америка, костариканский, вот, и будет, конечно, предконтракт, контракт, и обязательно уплата налогов, все это обязательно будет, потому что нужно показать о легальности всех денежных наших движений. Если нам напишет потенциальный покупатель на нашу почту, которую мы оставим внизу под видео, мы оставим ссылочки, это наша почта, мы ее здесь тоже пропишем для вас, а также наш инстаграм, вы можете написать в директ инстаграм, и мы свяжемся с Анжеликой, узнаем о доступности времени, для того, чтобы посмотреть это место, потому что для реальных покупателей, конечно же, нужно чуть больше времени, чтобы осмотреться. Ну, дело в том, что просто забронировано, и домики бывают забронированы, и мероприятия, и если вы хотите приехать сюда, на это прекрасное ранчо, то, конечно, свяжитесь с девчонками. И посмотреть, подожди, и приехать. Да, и приехать, и посмотреть, или договориться о каком-то мероприятии, или о покупке, так это вообще очень даже рады. Поэтому, конечно, предварительно свяжитесь с нами, девочки укажут, как это сделать, и договориться о том, чтобы ранчо в это время было не забронировано. Вот, а так всегда... Пишите, торопитесь! Да, но если ранчо даже забронировано, то вы можете приехать посмотреть, ну, то есть не остаться с ночевкой, к сожалению, но если вы хотите остаться с ночевкой, то, конечно, нужно бронировать уже. Ну все, дорогие птички, всем пока, до новых встреч! Пуравида! Ну что, вот такой честный, классный обзор с нашим участием, и вы неоднократно видели видео с ранчо, как мы здесь встречались, как мы здесь сидели, отдыхали, все это, и даже больше вас ждет здесь, когда вы сюда приедете, сами лично посмотрите. Да, приглашаю всех, почувствуйте эти запахи растений, ощутите эту теплую воду чистую, попробуйте стаканикой воды из источника, побыть здесь, отдохнуть, перезагрузиться, приедете, посмотрите, приведите время с пользой на реке, я думаю, по-любому вам будет полезно это путешествие и новые знакомства, так что welcome, приезжайте, на ранчо, будем всем рады, и возможно, когда-нибудь она станет вашим. Bienvenidos to Costa Rica, Pura Vida! Pura Vida! Muchas gracias, спасибо всем за просмотр, обязательно поставьте лайк, а также, если вам понравилось это ранчо, и вы хотите узнать о нем больше, напишите напрямую Анжелике, ссылочки мы оставим в описании. Ну все, всем пока, до новых встреч! Буду рада отвечать на все вопросы. Спасибо! Спасибо! Продолжение следует...